Здарова зрителям канала и людям, которые не случайно залетели на данный ролик. В нем мы рассмотрим, как же максимально быстро и правильно, не теряя времени, прокачать себе максимальный уровень за короткие сроки. Друзья мои, присаживайтесь поудобнее, играем мы на шестом сервере и конечно же приглашаю поиграть вместе с нами. Ссылочка на проект у нас будет в описании, а там же вы сможете найти промокодик, позволяющий получить приятные плюшки. Как минимум, это мягкий знак, либо же М английская, реферальная система и промокодик у нас это ДИМК, благодаря которому вы получаете скидку на покупку жилья и тачки до 25% и лично от меня на шестом сервере. Если это окошко, отправите мне во ВКонтакте, показав тем самым, что вы мой подписчик, получаете на ход ноги, так сказать, от рубля до лямчика. Ну а сегодня, ребята, мы разберем все самые лучшие способы, как же поднять левел, обновим все предыдущие способы, которые были где-то полгода назад ною выпущены и некоторые изменения, которые были введены в провинцию, мы также сегодня обговорим. Поэтому присаживайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайки, приятного аппетита, кто кушает, мы начинаем. Итак, друзья, давайте-ка поговорим о самом основном, что такое левел и что вообще такое опыт и как они влияют на персонажа вашего и в игре. Да, ребята, опыт это именно единица измерения вашего левела, то есть, грубо говоря, чем больше вы набираете опыта, тем выше ваш левел, вы сможете спокойно открывать себе новые работы и, конечно же, пробовать что-то другое, открывая новые фракции в игре провинция. Ранее мы могли поднимать опыт такими способами, как, допустим, вот так вот мы останавливались, да, или просто подбегали какой-то, допустим, остановки, или же просто на вокзале мы, ребята, подходили вот сюда, допустим, садились и как будто просто чего-то ждали. Это назывался ранее АФК-сон, ну то есть, ребята, по РП-сну вы могли спокойно поднимать себе левел и, таким образом, конечно же, это делать легально. На данный момент АФК или РП-сна, к сожалению, на проекте уже нету, то есть, существует система, которая кикает вашего персонажа после 30 минут бездействия, так сказать, АФК. То есть, даже если вы там забинете какую-то кнопку и просто будете ее держать для того, чтобы как будто бы оставаться на проекте активным игроком, вас все равно выкинет. Поэтому, ребята, об РП-сне на сегодняшний день можно забыть. Да, я ранее его рекомендовал, но сейчас, к сожалению, разработчики эту фишку пофиксили. Поэтому, друзья мои, к сожалению, будем работать по старинке. А также, ребята, затронем тему еще мажорского способа поднятия левела, да, о котором я также говорил ранее, но с маленькими помарочками. Я извиняюсь перед теми, кто, в принципе, получил неверную информацию. Сейчас давайте-ка разберем более детально. Да, есть функция доната на провинции, и в этой функции доната можно все, что угодно вообще сделать. Можно даже пол поменять, добавить слоты и, конечно же, купить себе уровень. На провинции есть ограничение к покупке только 5 уровней. То есть, ребята, если вы прямо сейчас первый уровень, для того, чтобы получить второй уровень и открыть себе фракцию РЖД, потребуется 800 опыта, либо же 50 единиц доната. В принципе, у вас здесь будет это описано. А затем уже на третий уровень, для того, чтобы получить как раз-таки фракцию армии и открыть ее, потребуется либо 1200 опыта, или же не 50 рублей, как я говорил ранее, а 100 единиц доната. И также четвертый уровень уже 1600 опыта, или же 150 единиц доната. То есть, каждый последующий левел у нас увеличивается на 50 рублей. Ну и самый, наверное, важный, это пятый уровень, который открывает фракцию ЦГБ, ГУВД, ГИБДД. Это 2000 единицы опыта, или же 200 доната. То есть, ранее я говорил, то, чтобы поднять пятый левел и открыть все фракции, самые мощные и классные фракции, потребуется всего лишь 250 рублей. На самом деле, к сожалению, не так. Потребуется 400 рублей для поднятия пятого уровня. Поэтому, друзья мои, кто, в принципе, не знал, теперь вы знаете, что можно и таким способом открыть себе максимально выгодные новые фракции и доступ к новым работам. Ну и да, при нахождении на проекте, каждый пейдей, то есть каждый час от игровки, вы будете получать по 50 единиц опыта. Да, просто от того, что вы играете, или просто катаетесь, там, тюнингуете тачку, и каждый час, то есть нужно будет отыграть по 20 минут каждого часа. В принципе, именно в момент перехода, там, с 59 минуты до 00 вы должны быть в игре, вам будет капать как раз-таки 50 единиц опыта. Ну и, ребята, вообще, если мы посмотрим на работы, как вы знаете, опыт это влияние на новые работы, то есть, допустим, каждая работа у нас тут открывается, допустим, с четвертого уровня АТП, да? Автомастерская также с четвертого уровня. Аэропорт уже открывается с 11 уровня, а инкассация открывается с 12 уровня и так далее. Есть, конечно, работы, где с шестого уровня, или же даже с первого, куда мы прямо сейчас отправляемся. Вот, и на этих работах вы также можете поднять себе левел, но будут маленькие помарочки, потому что из всех 8 работ начальных, ребята, да, на проекте 8 начальных работ для первого уровня, всего только 2 работы, более-менее подходящие для того, чтобы максимально быстро нафармить себе левел. Ну и первая из них, это, конечно же, завод ЖБК. Ранее в роликах я сообщал, что это лучшая работа для фарма опыта, потому что здесь максимально много игроков постоянно находится, то есть действительно она пользуется спросом, она максимально актуальная, потому что что тут требуется? Просто подбежал на марочку, да, и побежал нести ящик. Но на самом деле, ребята, эта работа самая лучшая для фарма денег. Ну и для опыта, конечно, но не настолько лучше, как следующая работа, о которой я поговорю чуть позже. Ну и если затрагивать чисто работу ЖБК, то на первом уровне, которым будете являться и вы, за буквально 3 минуты 40 секунд, это среднее значение, вы заработаете 840 рублей, то есть вы понимаете, 840 рублей и при этом перенеся 10 ящиков. Каждый пятый ящик будет давать дополнительный опыт. Итого, это будет 12 единиц опыта и всего лишь 840 рублей. То есть, грубо говоря, за 2 ящика, которые я сейчас отнес на 17-м своем левеле, мы уже получили порядка 1900 рублей. То есть, сами понимаете, чем выше ваш левел и уровень, тем больше заработок на любой абсолютно работе. Поэтому поднять левел, это максимально важно для новичка, если вы только что зарегистрировались на провинции. Ну и так как я уже сказал, что за 1 час здесь можно заработать порядка 147 единиц опыта, примерно 12348 рублей, то, соответственно, эта работа немножечко отходит на второй план, потому что есть работа намного быстрее и выгоднее по опыту и поднятию левела, о которой мы прямо сейчас и поговорим. Да, самая выгодная работа для фарма опыта, это, конечно же, завод табачный. Мы заходим внутрь, найти можно будет его через клавишу М, либо же мягкий знак, навигация, Невский табачный завод. С первого уровня, как вы видите, она нам доступна. И, ребята, по отношению к другим работам, ни какой-то Красный Октябрь, ни шахта, ни стройка, ничего, в принципе, не позволит получить столько опыта, как именно эта работа на табачном заводе, за которую вы изготавливаете сигареты и относите их на склад. И, ребята, в принципе, за 4 минуты 30 секунд здесь можно заработать порядка 12 единиц опыта, да, как бы чуть дольше, чем на ЖБК, тут, которыми вы можете воспользоваться и, конечно же, качнуть себе левел. С вами был Диман, всем хорошего настроения, ну и удачки, пока-пока.